Всем привет, с вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра. Всем привет, я Наталья Подольская. Наталья Подольская, российская поп-певица, участница фабрики Звезд 5 и Евровидения 2005, супруга Владимира Преснякова. По традиции начинаем с детства Натальи. Теплым майским днем в белорусском Могилеве появились на свет сестрички-двойняшки Наташа и Юлия. В семье уже подрастала старшая дочь Тани, поэтому родители в этот раз ждали сына. Рождение двух девочек стало для них неожиданным приятным сюрпризом, а несколькими годами позже в семье Подольских появился и наследник Андрюша. Родители Наташи были известными и уважаемыми людьми в Могилеве. Папа Юрий Алексеевич, работал в адвокатской конторе и считался большим профессионалом в сфере права и юриспруденции. Мама, Нина Антоновна, педагог по образованию, занимала серьезную должность в местном управлении культуры и отвечала за организацию и проведение культурных мероприятий в городе. Наташа, в отличие от тихой и спокойной сестры, росла энергичным и непоседливым ребенком и практически с пеленок стала демонстрировать свои незаурядные вокальные данные. Девочка пела с утра до вечера, причем была уверена, что чем громче она это делает, тем лучше. Накинув на плечи бабушкину меховую горжатку, она дефилировала по квартире в маминых туфлях, распевая в баллончик дезодоранта вместо микрофона. Вскоре всем домочадцам стало ясно, что в их семье растет будущая артистка, поэтому в 9 лет маленькую Тусю записали в детский театр студию «Радуга». Позже Наташа поступила в хореографический лицей, где обучалась игре на фортепиано, танцам и актерскому мастерству. Свой творческий путь на сцене начала в составе студии «Дабл Ю». В подростковом возрасте неоднократно становилась лауреатом молодежных конкурсов в Беларуси, одержала победу на польском фестивале «Голденфост». Несмотря на очевидные успехи дочери, родители не считали пение чем-то серьезным, и после школы уговорили ее продолжить семейную династию и поступить в Институт правоведения. Учеба давалась Наташе легко, однако она не забросила занятия музыкой, по вечерам пела в ресторанах, продолжала участвовать в музыкальных конкурсах, работала на местном телевидении. Продолжая биографию, расскажем о музыкальной карьере Натальи. 2002 год стал отправной точкой в ее дальнейшей творческой карьере. Девушка перевелась на заочную форму обучения и отправилась в Москву по приглашению продюсера Игоря Каминского, с которым у нее завязались романтические отношения. Там она поступила на вокальное отделение ИСИ, где преподавала легендарная Татьяна Минсарова. Однажды певица пригласила Подольскую на свой юбилейный вечер, где на нее обратил внимание Виктор Салтыков. Он и порекомендовал Наташу Виктору Дробышу, который набирал участников для «Фабрики звезд». К этому времени за плечами у Подольской была победа в двух номинациях на престижном конкурсе в Праге, успешное выступление на Славянском базаре, участие в отборе на Евровидении 2004. Наталья не стала победительницей «Фабрики» и заняла лишь третье место, однако продюсер всерьез заинтересовался ее творчеством, предложил сотрудничество и помог записать альбом «Поздно», который высоко оценили слушатели и музыкальные критики. В 2005 году Подольская представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла 15 место. Эта неудача невероятно расстроила амбициозную девушку, но она сумела взять себя в руки и продолжила путь к музыкальному «Олимпу». Наталья разорвала контракт с Игорем Каминским и заключила новый с Дробышем. Бывший продюсер потребовал огромную сумму в качестве отступных, но после долгой судебной тяжбы признал свои требования неправомерными. Став членом команды Дробыша, Подольская тут же включилась в активный творческий процесс. Она записала несколько новых треков, сняла клип на песню «Одна» и отправилась в гастрольный тур. Параллельно принимала участие в телевизионных проектах, на одном из которых познакомилась с Владимиром Пресняковым. В 2010 году ее контракт с Дробышем закончился, и певица стала самостоятельной творческой единицей. Она снова спела на Славянском базаре, выступила на «Новой волне», с самыми яркими участниками вышла на сцену фабрики «Звезд возвращения», украсила своим присутствием телевизионные проекты «Две звезды», «Лед и пламень», «Цирк со звездами» точь-в-точь. И теперь мы вам расскажем о личной жизни Натальи. 2005 год стал серьезным испытанием в жизни Подольской и подарил ей не только череду глубоких разочарований, но и встречу с настоящей любовью. После болезненного разрыва с Игорем Каминским, с которым Наташа прожила три года, и неудачного выступления на Евровидении Подольская находилась в достаточно разобранном душевном состоянии. На проекте «Большие гонки» она познакомилась с Владимиром Пресняковым, который своим оптимизмом и веселым характером снова вернул ей радость жизни. Вскоре их дружба переросла в большое искреннее чувство. Владимир стал верной поддержкой и опорой Наташи и даже в какой-то мере заменил ей отца, трагически погибшего в автокатастрофе. В 2010-м влюбленные стали законными супругами, а через пять лет – счастливыми родителями малыша Артемия. А с рождения сына певица вновь вернулась на сцену, записывает новые песни, снимает клипы и часто появляется на светских мероприятиях в компании своего знаменитого мужа. 22 октября 2020 года Наталья вновь стала мамой. У них с Владимиром родился сын Иван.